МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Папочка, что же вы не кушали? Ничего. Спите, наверное, совсем плохо стал. Папочка! В частном доме на окраине Гатчины находит мертвым Игната Фомича Мосина. Он чуть больше месяца назад вернулся из лагеря. Игнат Фомич после революции служил настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В конце 30-х годов его осудили по обвинению в хищении народного имущества. Тело Мосина обнаружила его дочь Елизавета Полупанова. Она с мужем Антоном жила в доме отца. Игнату Фомичу Мосину было 64 года. 17 из них он провел в лагерях. Освободился чуть больше месяца назад и приехал в родной дом. Елизавета работала продавщицей в магазине через два квартала от дома. Она ушла на работу в начале седьмого утра. А ее отец еще спал. Муж Елизаветы Антон Полупанов, бухгалтер мясокомбината, ушел на работу в начале восьмого. В обед Елизавета забежала домой и увидела отца мертвым. Топор, которым ему разбили голову, валялся рядом с телом. В комнате царил страшный беспорядок. Убийца наверняка что-то искал. Кто убил Игната Фомича и что искали в его комнате? На эти вопросы должны были найти ответы опытный следователь Сергей Кривошея и опергруппа. Так, Владимир Ильич тут работает. Вы по двору и по соседям. Вопросы есть? Никак нет. Следователь Сергей Кривошея рассчитывал на эксперта-криминалиста Анатолия Овчаренко и оперативников, которые опрашивали соседей. Беседу с убитой горем дочерью Мосина он взял на себя. Елизавета Игнатовна, расскажите, пожалуйста, об отце. Может, у него враги были? Да, какие там враги. Елизавета Полупанова рассказала следователю Кривошеи, что после лагеря отец был очень слабым, больше лежал, ходить было трудно. Ходить. Здесь кое-что есть. Эксперт-криминалист Анатолий Овчаренко обнаружил обрывок шерстяной нитки и отпечатки пальцев. Да и пальчики, я смотрю, есть. Только не на топоре. Видно, работали ли в перчатках, или стерли. Пальчики еще поищи. Я еще удивился, когда увидел, что он дрова колет. Нелегкое это дело. В его-то возрасте... Сосед Егор Степаненко сообщил оперативнику, что видел Мосина, колющего дрова. Утром около девяти часов. Доброе здоровье, Цегнат Фомич. Фомич, он такой работящий. И не жаловался немножко. Тут я вижу, Антон Мушлиски через сарай, крадучись, как бы с тылу заходит и крадется, как твой разведчик. Через сарай? Понятно. Сосед Иван Бронин рассказал оперативнику, что возле калитки в огороде Мосина остановился часов в одиннадцать газик. Из него выскочил вроде бы полупанов. Постарался, чтобы незаметно, побежал в сарай. Пробыл там недолго. Так же, хоронясь, выскочил и уехал. А я тоже видела. Во сколько не вспомню. Вроде бы в обед. Соседка Наталья Григорьевна Филина вспомнила, что ближе к обеду из ворот дома Мосинах выбежал какой-то мужчина. Высокий и крупный. Лица она не увидела. Кутался мужик в воротник черного бушлата. Сергей Николаевич, на минуту. Оперативник Олег Титов вызвал следователя, чтобы сообщить ему то, что он узнал от соседей. Высокого крупного мужчину он кутался в воротник черного бушлата. Елизавета Айкнатовна, высокий мужчина в черном бушлате к вашему отцу не приходил? Елизавета несколько раз видела, как к отцу приходил какой-то Павлик. Отец его так называл, хотя приятель его был пожилым человеком. Елизавета вспомнила, как они с отцом пили чай, степенно разговаривали. О чем Елизавета, как не прислушивалась, разобрать не могла. На вопрос дочери, кто этот человек, отец ответил уклончиво. Каждый свой крест несет. Сергей Николаевич, кажется, что-то нашли. Владимир Ильич, пошли с нами. Что у тебя? Вот, в дровах нашел. Молодцы. Вещи вам знакомы? Крест, да. А блокноты вижу впервые. В тайнике нашли старый серебряный крест и небольшой блокнотик, исписанный карандашом. Елизавета сказала, что этот крест она видела. Отец с ним правил службу в церкви еще до ареста. После возвращения из лагеря, отец откуда-то достал его, часто брал в руки, рассматривал. Блокнот из лагеря, видимо, Игнат Фомич его привез, судя по датам. Почерк точно папин. Следователь обнаружил в блокноте цитаты из Библии и какие-то непонятные отрывочные записи. Название книг с датами. Русская классика. Название рассказа Куприна «Куст сирени» повторялся дважды. Интересно. Года разные. А читал 25 февраля. В моих руках сборник рассказов Александра Куприна, среди которых знаменитый рассказ «Куст сирени». В нем повествуется о переживаниях курсанта военной академии, который находился буквально в шаге от провала офицерской карьеры. Куприн сам был человеком военным и полтора десятка лет отдал службе в армии, хорошо знал армейскую среду. Так вот, его герой офицер Алмазов во время выпускного экзамена на вычерченный им план ставит кляксу зелеными чернилами. Ничего не оставалось, как превратить эту кляксу в кусты, которые якобы там растут. Ну а старый педант профессор прекрасно знает местность, изображенную на плане. Он уверен, что нет там никаких кустов. Завтра же поедем и убедимся в этом, говорит профессор. Офицер в отчаянии, но его жена Вера заложила все свои драгоценности, заплатила садовнику, чтобы тот за ночь высадил сирень. Так любовь жены спасла офицерскую карьеру. Сергей Николаевич, взгляните-ка на стену. Титов обнаружил еще один тайник. По всей поверхности лежали кусочки карбида, издававшие характерный запах. Вы знали существование этого тайника? Нет, я впервые вижу. Владимир Ильич, иди работай сюда. А вы осмотрите все еще раз вокруг. Есть. Следователь был доволен первоначально собранной информацией. В его голове складывался план дальнейших действий. Необходимо было установить личность загадочного Павлика, который ходил к Мосину, и которого вроде бы видели в день убийства. Проанализировать найденные отпечатки и шерстяную нить, возможно, из одежды или перчаток убийцы. Но основное внимание, конечно же, нужно было уделить тайникам в сарае. Почему блокнот и крест Мосин прятал? И что лежало во втором тайнике? Этот вопрос, вероятно, нужно было задать зятю Мосина, бухгалтеру Полупанову, который в этот день старался незаметно проникнуть в тот самый сарай, где были обнаружены тайники. О случившейся трагедии Антону Полупанову сообщили соседи, позвонив на работу. Он очень торопился к жене. Лизонька! Антошенька! Полупанов выглядел искренне взволнованным. Следователь попросил Елизавету дать ему возможность поговорить с Антоном наедине. Да, да, конечно, да. Гражданин Полупанов, расскажите о ваших взаимоотношениях с Мосиным и где вы сегодня были. Я на работе был все время, это все могут подтвердить. Да послушайте, у меня были прекрасные отношения с Игнатом Фомичом. Вот как? А сосед ваш, Иван Бронин, подтверждает, что вы были дома и быстро уехали. Да оклеветал он меня, наговаривает он. Обвинения в адрес Антона Полупанова возмутили его. Полупанов заявил, что Иван Бронин оклеветал его. Повторите, пожалуйста, ваши показания. И повторю. Видел тебя и помню, как ты на Игнатом Фомича мне жаловался. Михалыч, ты чего? Я не убивал никого. Следователь заранее попросил Бронина, чтобы тот был готов подтвердить свои показания. Сосед сказал, что Полупанов как-то жаловался ему на тесте. Дескать, слишком праведный старик. Вроде и не учит жить, но всем своим видом показывает, кто неправедный и поступки других осуждает. И Лиска стала к Антону иначе относиться после возвращения отца. Ладно, спасибо, Иван Михайлович. Можете быть свободны. А вам придется проехать с нами. Проводите его. Да вы что? На каком основании? Антоша! Антошенька! Елизавета Игнатовна, мне нужно еще задать вам несколько вопросов по поводу взаимоотношений вашего отца и мужа. Достаточно. Прошу покинуть мой дом. Потрясенная Елизавета Полупанова отказалась говорить со следователем Кривошеей. Антон Полупанов категорически отрицал, что он приезжал домой. Сказал, что с самого утра был на работе. Чтобы выяснить это, следователь Кривошея отправился на мясокомбинат, где работал зять убитого. Предварительно он созвонился с директором комбината Назаром Малько. Самого же Полупанова временно задержали и увезли в отделение. Да-да! Здравствуйте! Следователь Кривошея, Сергей Николаевич, я вам звонил. Назар Малько, Назар Миронович, директор всего этого. Присаживайтесь. Вот то, что вы мне просили. Пожалуйста. Назар Малько передал следователю Сергею Кривошеи журнал учета въезда-выезда транспортных средств. По телефону он уже сообщил, что на комбинате есть четыре газика, один из которых закреплен за бухгалтерией. Ее работникам приходится много ездить с деньгами. Нельзя рисковать. Стало быть, Полупанов на нем и ездил. А вообще, вы о Полупанове что рассказать можете? А вообще мне сейчас проверкой долбают. Недостача какая-то. Ревизор Климов сейчас подойдет. Я из-за этих махинаций пар билет на стол класть не хочу. Директор сообщил следователю, что ревизия вроде бы выявила недостачу наличности в кассе. И вдруг все деньги до рублика оказались на месте. Разрешите? Да-да, Федорович, проходи. Так, как это у вас так интересно с недостачей получилось? Это мистика какая-то. И что характерно, купюры все новые, но крысами воняют. Ревизор Климов подтвердил слова директора. Удивлялся, откуда взялись деньги. В бухгалтерии сказали, что не в тот ящик кассы положили. Не бывает так. Крысами говорите. Ощете? Пожалуйста. Следователь предположил, а не за этими ли деньгами срочно мчался домой Антон Полупанов. Ответ на вопрос мог дать эксперт-криминалист Анатолий Овчаренко, которого Кривошея вызвал на мясокомбинат телефонным звонком. Работа тут есть для тебя. Давай, жду. Эксперт-криминалист Анатолий Овчаренко провел экспертизу быстро. Пыль на купюрах в кассе мясокомбината была близка по составу пыли из пустого тайника в сарае Мосина. В ней обнаружили частицы карбита. Следователь Кривошея получил неопровержимый вещдок присутствие Антона Полупанова дома, тогда, когда могло произойти убийство Игната Фомича Мосина. Но Полупанов примчался за деньгами и очень спешил. Зачем ему было убивать Мосина и переворачивать вверх дном его комнату? Только если тесть препятствовал ему забрать деньги и не говорил, где они лежат. Возможно, зять искал тайник сначала в доме, а потом нашел его в сарае. Но сосед Бронин не видел, чтобы Полупанов заходил в дом. Вывод о том, что деньги из тайника поставил только больше вопросов о том, каков был мотив убийства Мосина. В собственном доме убит священник Игнат Фомич Мосин, который несколько недель назад вернулся из долгого заключения. В сарае следственная группа обнаружила два тайника. В первом обнаружили следы карбита, во втором – крест и блокнот. Изучая записи в блокноте, следователь обратил внимание, что дважды Мосин отметил, как прочитанный рассказ Куприна «Куст сирени». И оба раза дни прочтения совпадали. За несколько часов до происшествия соседи погибшего видели во дворе дома зятя священника, поведение которого выглядело странным. Следователь задерживает подозреваемого и выясняет, что он забрал деньги из тайника в сарае. Под тяжестью вещдоков Полупанов сознался. Он и главбух систематически брали деньги из кассы. Недостача была. Полупанов помчался домой, взял из тайника деньги и успел их положить в кассу. Старался незаметно пробраться в сарай. Тесть, похоже, был в доме, лежал в своей комнате. Тихо было. Да и не обращал он ни на что внимания. Я вообще ничего не замечал. Отработка Полупанова привела к раскрытию хищения, но не помогла в поисках убийцы. Уйдите. Давай, Владимир Ильич. Эксперт Овчаренко сообщил, отпечатки пальцев в комнате Мосина принадлежат судимому по 58-й статье контрреволюционная деятельность жителю Гатчины Павлу Проклову. И даже из Гатчины. Олег, быстро ко мне. Отпечатки? Следователь направил к дочери погибшего Мосина оперативника Титова с фотографией Проклова. Не тот ли это Павлик, который приходил к Мосину? Елизавета Полупанова по фотографии опознала Павла Проклова. Говорите, просто собрался и уехал? По месту жительства Проклова выехала опергруппа. Куда говорите, уехал? Жена Павла Проклова, Мария, сообщила, что муж уехал в Тихвин, к дочери. Причем день отъезда Проклова совпал с днем убийства Мосина. Выехал Павел после обеда. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Да. Сергей Николаевич, можно? Да, заходи. Ну, что у тебя? Ездил я к Прокловой. Муж ее уехал в Тихвин, к дочери своей, в день убийства после обеда. Так. Сбежал от нас этот Проклов? Раз сбежал, будем догонять. Собирайся в Тихвин. Есть. Иди. Здравствуйте. Проходите. Присаживайтесь. Дочь Проклова Маргарита Дюмина встретила оперативников в штыки. Послушайте, у него сердце больное. Вы его угробить хотите? Дюмина сказала, что отец был у нее, хотел неделю погостить, но пробыл всего 4 дня. Чувствовал себя очень плохо. Сердце прихватывало. Лежал, пил лекарства, никуда не выходил. Один раз только в кино с ними пошел. С ней и мужем. На четвертый день собрался ехать домой. И на четвертый день он уехал. То есть позавчера уехал? Да, и я очень переживаю. Дочь посадила отца в автобус, просила прислать телеграмму, как приедет домой. Он сказал, что не сразу домой поедет, что нужно повидать человека какого-то. Бесследное исчезновение Павла Проклова усиливало подозрения. Он вел себя так, как ведет себя человек, заметающий следы из своего преступления. Он был знаком с Мосиным. Его видели возле его дома в день убийства. Он поспешно покинул дом Мосина, поспешно уехал в Тихвин, где пересидел 4 дня. Потом якобы отправился в Ленинград. Дома его не было. Кривошея отправился к жене Проклова. Очень ему нужны были возможные ленинградские контакты беглеца. Но все-таки, кому он мог уехать в Ленинград? Да я ума не приложу. У нас там из родни никого нету. А о друзьях в Ленинграде он рассказывал? Нет, нет. Мария Проклова была встревожена. В Ленинград Павлу ехать не к кому. Ни друзей, ни родных. Беспокоилась о здоровье мужа. Следователя интересовало, что Проклова знает о Мосине и о его отношениях с Павлом. Понятно. Только хорошее, значит, рассказывал. Да, они были друзьями в лагере. И он Паше очень помог. О Мосине муж много рассказывал. Говорил, что святой отец, он его так называл, пользовался в лагере огромным уважением. Его уголовники почитали, берегли. А он со всеми вел себя просто и спокойно. И самому Павлу жизнь спас. Мосин удержал Павла от самоубийства, когда того просто одолело отчаяние. Возьму грех на душу. Все в нам тяжко. Сила в тебе есть, Павлик. Ждут тебя твои, сильно ждут. А как не дождутся. Да меня и так болячки скоро удавят. На все воля Божья терпи, Павлик. А кроме Мосина, ваш муж поддерживал отношения с кем-то из тех, кто был с ним в лагере? Вы знаете, приходил один мужчина, на следующий день как Паша уехал. Такой солидный, серьезный. Проклова рассказала, что после отъезда мужа к дочери приходил какой-то мужчина, назвался Валентином Павловичем. Сказал, что друг Павлика. Но раньше она его не видела. Следователь понял, Проклова надо объявлять в розыск и устанавливать его друга, Валентина Павловича. Спасибо, Мария Ивановна. До свидания. До свидания. После того, как следователь Кривошея дал ориентировку на розыск Павла Проклова, ему позвонили из отделения милиции при местном автовокзале. Следователь Кривошея, слушаю. Вот как. В какую больницу отвезли? Оказалось, что два дня назад Проклова нашли возле вокзального туалета. Он был в тяжелом состоянии. Денег, вещей и документов при нем не было. Видимо, поработала местная шпана. Проклова доставили в больницу. По дороге в больницу следователь Кривошея заехал за женой Проклова. Врач Кирилл Светолин сообщил, что угрозы жизни Проклова нет. Но лечение будет длительным. И без сознания больной будет долго. Состояние тяжелое. Бредит сильно. Сирень какую-то вспоминает и Павыча. ругает его сильно. Сирень, говорите? Сирень. Палоди мне удавлю. Мария Ивановна, о чем это он? У вас что дома? Сирень растет? Нет, у нас никакой сирени. И никогда не было. Допросить Павла Проклова было невозможно. Не в том состоянии он находился. К тому же еще до обнаружения Павлика и жена, и дочь говорили об очень плохом состоянии здоровья. Когда человек испытывает сердечные приступы, он вряд ли думает об убийстве и ограблении. В ряду Проклов повторял. Куст сирени. И в блокноте Игната Мосина была тоже такая запись. Возможно, это не случайное совпадение, и корни нынешних событий кроются в прошлом. Как рассказ Куприна мог отразиться в судьбе этих людей? Или это все выдумки следователя? Кривошея запросил из архива «Дело Игната Мосина». 25 февраля. Да ведь он специально эти даты ставил. Рассказ-то тут причем. В уголовном деле Мосина следователь обратил внимание на дату ареста Игната Фомича – 25 февраля. Она совпадала с датами, когда заключенный читал рассказ Куприна. Первый раз это произошло через 5 лет после ареста, второй раз – через 15. Кривошея понял, что Мосин таким образом говорил о чем-то очень важном. Тогда, 18 лет назад, дело Мосина вел следователь Трофимов. Кривошея позвонил в отдел кадров и попросил сообщить ему, как зовут следователя. Мне нужно знать имя отчества следователя Трофимова. В.П. Трофимов. В 39-м работал. Жду. Алло? Виктор Павлович, говорите? Точно Виктор? Виктор Павлович, спасибо. Я сейчас зайду к вам. Его имя отчества было очень похоже на то, которое назвала жена Проклова, рассказывая о якобы друге муже. Следователь решил взять в отделе кадров фотографию Трофимова и предъявить ее Марии Прокловой. Добрый день еще раз, Мария Ивановна. Как ваш муж? Добрый день. Пока все без изменений. В сознание они приходят. Мария Ивановна, мне нужна ваша помощь. Следователь приехал в больницу и предъявил фотографию следователя Трофимова жене Проклова. Она узнала мужчину, который назвался Валентином Павловичем. Да, он приходил, но только не Виктор Павлович, а он, Валентин Павлович, так он назвался. Вы уверены? Склерозом пока не страдаю. Следователь попросил Марию принять участие в его беседе с Трофимовым. Слишком уж настойчиво женщина уверяла, что того зовут не Виктором, а Валентином. Хорошо. Спасибо. Ой, боже мой. В собственном доме убит священник Игнат Фомич Мосин, который несколько недель назад вернулся из долгого заключения. Следствию удалось установить личность друга убитого, отбывавшего наказание в исправительном лагере вместе с погибшим. Однако Павел Проклов, которого подозревают в преступлении, исчез. Через несколько дней его находят без сознания в больнице. Чтобы прояснить обстоятельства 18-летней давности, следователь решил встретиться с бывшим работником НКВД, который тогда вел дело Мосина. Виктор Трофимов не скрывал своего прошлого и гордился им. Он был одним из немногих чекистов, награжденный знаком почетного работника ВЧК ГПУ пятой годовщины, и не снимал эту награду. Много всякой сволочи через мои руки прошло. Всегда стоял на страже народных интересов. Звание почетного чекиста было установлено в декабре 1922 года в связи с празднованием пятой годовщины органов ВЧК ГПУ. Примерно 140 человек во всей стране отметили тогда этим званием. В положении о присуждении награды указывалось, что награжденный должен иметь особые заслуги перед республикой и стаж работы в органах не менее трех лет. Обладателем первого такого знака стал Феликс Дзержинский. Награжденные имели право беспрепятственного входа в здание всех органов ГПУ с одной оговоркой. Нужно было к значку предъявить грамоту, которая выдавалась вместе с ним. Точной статистики нет, но известно, что многие обладатели звания почетный чекист были уничтожены своими соратниками в 1937-1939 годах. Да-да. Извините, Сергей Николаевич, там к вам гражданка одна. Может зайти? Пусть войдет. Здравствуйте. Здравствуйте, гражданка Проклова. Вы извините, пожалуйста, я гражданку позже вызывал. Кстати, вам она знакома? Нет. Гражданка Проклова, а вам знаком этот человек? Конечно, знаком. Приходил к нам, пропашу выпытывал, что, куда, где. Валентином Павловичем назвался. Из ума вышло. Да в конце концов, что за балвалоган вы здесь устраиваете? Я доложу вашему начальству, а не прислушаться к словам почетного чекиста. Посадили вас тут с лентяем. Страну профукаете. Враг должен бояться нас. Знакомство со следователем Трофимовым убедило Сергея Кривошею, что старый следователь был еще той закалки. Такой в каждом мог увидеть врага народа и не церемониться с ним. Но Игнат Мосин так и не подписал признания в том, за что его осудили. Якобы похищенные им иконы и церковную утварь так и не нашли. Может быть они спрятаны на территории бывшего храма, в котором работал Мосин. И рассказ куплина служит указанием на место тайника. На месте взорванного храма давно располагалась рембаза. Следователь Кривошея направился туда, прихватив с собой некоторые фотографии и документы. Не до сирени нам. Директор рембаза Тихон Петренко рассказал, что на территории кусты сирени не сохранились, но вокруг храма их было много. Петренко также вспомнил. С месяц назад шастал по базе какой-то старик. Что-то вынюхивал, выспрашивал. Противный такой, наглый. Ага. Начал ребят учить, как любить советскую уласть. Ну они его и послали культурно. Одну минуту. По описанию внешности и манеры поведения Кривошея понял. Трофимов. Из этих граждан кого-либо видели? Вот этот старик похабный. Вот этот? Да. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне Виктор Павлович нужен. А ты ему зачем нужен? Нет, Виктора Павловича? Подождите, подождите. В Брянск он уехал. К родному брату, Александру. Жена Трофимова не впустила оперативника Титова в дом, захлопнув дверь перед его носом. Можно? Давай. Муж и жена – одна сатана. Старая ведьма меня отшила. Не паникуй. Сядь, спокойно расскажи. Уехал, говорит. В Брянск. Выясним. Алло, Петрович, сделай мне, пожалуйста, срочный разговор с Брянском. Да, пиши номер. Криво. Кривошея решил обратиться к брянским коллегам с просьбой сообщить о появлении Трофимова в городе. Так, значит, запрос я сделал. А к тебе, Олежа, будет отдельное поручение, связанное с ботаникой. С ботаникой? Именно. Следователь Кривошея направил оперативника Титова в городское управление архитектуры. Он должен был установить, где именно на территории храма располагались заросли сирени и что сейчас находится на их месте. Оперативник Олег Титов отыскал специалиста, который прочитал план церковного участка. Он чудом уцелел после уничтожения самого храма. Отмеченные на нем одиночные кусты сирени были уничтожены. На их месте стояли здания. На плане выделялась беседка из сиреневых кустов. Сейчас это место не застроено. Находится около забора рембазы. Следователь Кривошея решил исследовать этот участок территории с помощью специальной техники. Так, по-моему, здесь. Кажется, что-то есть. Давайте, ребята, поможем добрым людям. Давайте, давайте. Солдат с миноискателем почти сразу же указал. Здесь железо. Рабочие приступили к раскопкам. О, что-то есть. Тещина сокровище. Степанович, бывает и такое. Так что теперь, весь огород перекопать? Не весна, чай. Вроде что-то есть. Сергей Николаевич, есть. Следователь Сергей Кривошея сумел обнаружить тайник Игната Фомича Мосина. Священник спрятал иконы и церковную утварь, за которыми охотились чекисты. Я тебя спрашиваю, дрова эти где? Золото где? Расстреляю контру. Злой ты, парень. Жизнь не любишь. Что? На колени. Расстреляю. Священник Игнат Мосин спас иконы и предметы церковной утвари. Ценой собственной свободы он сохранил тайну. Но память об утерянных когда-то вещах, вероятно, жила в мыслях тех, для кого эти вещи могли быть предметом заработка и наживы. Что знал о тайне священника его салагерник Павел Проклов? Следователь Кривошея сразу же отправился в больницу, когда только узнал, что Проклов пришел в себя. Мы обнаружили тайник Мосина. В нем старинные иконы и прочая церковная утварь. Сохранил все-таки святой отец тайну, не раскрыл тайник. Даже несмотря на то, что Витька сволочь ему все пальцы на руках переломал. А вам он почему рассказал? А кому еще? Из Гатчины были только мы вдвоем. Ведь он сберег не для себя, для людей иконы. Проклов рассказал следователю, что в лагере Мосин открыл ему тайну, где именно спрятал иконы. Проклов вернулся раньше Мосина. Его разыскал Трофимов, его следователь. Настойчиво узнавал про Мосина. Трофимов следил за судьбой Мосина. Ждал его возвращения и знал, что Проклов и Мосин отбывали срок в одном лагере. Кались, гад! Что тебе эта мразь Поповская рассказывала о ценностях, украденных у трудового народа? Заткнись, вошь! Ты со святым отцом рядом и не стоишь. Скотина же ты! Фу! А святой отец не испугался, только опечалился сильно. Человек веры был. Как я понимаю, это вас видела соседка Филина утром в день убийства. Да, я пришел как раз в обед и застал его. Игнат Фомич, святой отец! Святой отец, это я, Павлик! С утра в день убийства Проклову не здоровилось. Немного отлежавшись, Проклов решил навестить Мосина. Зайдя в дом, Проклов обнаружил тело Игната Фомича. Сильно перепугавшись, Проклов выбежал из дома. Для следователя вырисовывался мотив поведения Трофимова. Похоже, он хотел прикарманить спасенные Игнатом Фомичом ценности. Но Мосин не выдал местонахождение святым. Трофимов, вероятно, ждал возвращения Мосина из лагеря с одной целью. Он надеялся, что раздавленный 17 годами неволе священник испугается угроз и расскажет, где спрятал ценности из храма. Скорее всего, он снова получил отказ и убил священника. Первую же ночь наблюдения за его домом Трофимов объявился. Гражданин Трофимов! Мы хотели, чтобы вы... А ну, стоять на месте! Пристрелю сопляка! Лежать! Пробуй, чем земля пахнет! Не скули, потерпишь! Сволочи! Мрази! Больно! Жуковский, Олег Михайлович. Кривошея, Сергей Николаевич. Привет! История, как здесь? Жуковский сообщил, что в поле зрения уголовного розыска попал антиквар Мигунов. К нему приезжал из Москвы атташе по вопросам культуры посольства Франции Доминик Леру. После этого Мигунов ездил в Гатчину. Мигунова взяли на продажи Леру украденных из запасников Эрмитажа ценностей. Отработали черную бухгалтерию, там всплыла фамилия Трофимов. Что будете делать с иностранцем? Дипломата трогать мы не имеем права. Но вот наши проходимцы получат по полной. Дело в том, что Трофимов у нас проходит как подозреваемый в убийстве. Ничего себе! Разносторонний старичок ничего не скажешь. А для чего он нужен был вашему антиквару? О, история давняя, я бы сказал, романтическая. Но ценности вполне реальные. Оказалось, Леру выполнял поручения потомка князей Голицыных. В Гатчине якобы хранились венчальные иконы и кубок 18 века, семейные реликвии. Леру мог получить большие деньги. Он вышел на Мигунова. А тому Трофимов, еще будучи следователем, поставлял ценности, которые он отбирал у задержанных. Целую тетрадь записей у Мигунова изъяли. Вещдок железный. Хорошо, сделаем так. Мы доработаем Трофимова по убийству, и после этого он в вашем распоряжении. Следователь Кривошея получил информацию, которая раскрывала мотив интереса бывшего следователя Трофимова к тайнику священника Игната Мосина. На допросе Трофимова следователь решил провести очную ставку между ним и Павлом Прокловым. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Перебьешься. Как хотите. Вам же хуже будет. Сопляк ты. Сопляк сопливый. Гражданин Трофимов, сейчас будет проведена очная ставка между вами и этим гражданином. Забодите. Еще чего. Проходите. Очная ставка с какой-то сволочью, которую советская власть не добила. Гражданин Проклов, вам знаком этот человек? Это следователь Трофимов. Это он убийца. Рот закрою, бумазник. Доходяло тюремное. Спасибо. Вы свободны. Трофимов вел себя вызывающе. Он не изменил манеру поведения и после появления Проклова, который назвал его по имени и фамилии. Смотрите, Трофимов. Вы это искали? Что ты мне твичишь? Балабол. Трофимов понял, что Мосин закопал иконы, поэтому и ходил на ремвазу, надеялся отыскать кусты сирени. Где иконы и золото спрятал? Опять ты. Не дотянешься до них. Сирень не для тебя. Зарыл? Да. Под сиренью? Да. Врешь. Был я там, нет там твоей сирени? Есть, но не для тебя. А Павлика не трогай. Бог не допустит. Сдохни, сволочь. Нет у тебя ничего против меня, кроме слов. А уж от твоих слов мне отвертеться пара пустяков. Нет. Трофимов, красивый у вас шарфик и перчатки. Следователь показал Трофимову заключение экспертизы ниток, из которых связаны его шарф и перчатки. Эксперт-криминалист Анатолий Овчаренко провел ее сразу же после ареста Трофимова. По групповой принадлежности нитки относились к той же пряже, что и найденная в ящике письменного стола в комнате Мосина нитка. В Талмуде Мигунова все ваши преступления записаны. Мигунова помните? Следователь Кривошея сообщил Трофимову, что совсем скоро его этапируют в Ленинград. У сотрудников УГРО много вопросов по найденному у антиквара Мигунова списку. Врешь, сволочь, врешь! Не трогай меня! Не трогай! Следователь Сергей Кривошея ошибся. Задержанного Трофимова не доставили в Ленинград. Бывшему следователю не довелось ответить в суде ни за мародерство, ни за убийство Игнатова и Меча Мосина. Следствие по делу Виктора Павловича Трофимова было закрыто в связи со смертью подозреваемого. Его нашли мертвым в камере. Закамерники погибшего утверждали, что старого никто не трогал. Экспертиза установила смерть от остановки сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова